Валентина Щербакова Они так далеко, так редко они стоят, и люди жалуются, что редко, тяжело. Пожилому человеку одна живу, у меня много мусора нет. Я бы, конечно, и дошла бы, может, где-то. Ну, бывает и тяжелое тоже. Или вот зимой вот так снег выпадет, и куда-то идти – это тяжеловато. А рядом живет ее соседка. Евдокия Тропина – инвалид второй группы. Весенний гололед из дома почти не выходит. Мусор вывозят внуки, но и от помощи регионального оператора не откажется. Считает, вывоз отходов для пенсионеров нужен в каждом селе. Поэтому об услуге важно оповестить всех. «Ругаются все время. Это что такое-то? Вон куда нести мусор. Ведь это все равно, вон, даже с края вот этого, вон куда нести к почте. Это что такое-то? И эти кузинские ругаются все. Вынесла его. Гляжу, у меня уже нету. По словам регионального оператора, вывозить мусор маломобильным людям – небольшая, но важная помощь. Бесплатную услугу делали для одиноких людей. Их просят звонить в местную администрацию или напрямую региональному оператору. Из документов – справка об инвалидности и сведения о проживающих в доме. Специалисты согласуют любой график вывоза. «Нам поступило за период инициативы. Инициативу мы выдвинули в декабре прошлого года. Около 120 заявок из них мы включили в реестр 70. Чтобы каждый потребитель был доволен услугой, которую предоставляет региональный оператор. Чтобы не было жалоб о том, что недалеко оно и так далее». Маломобильных людей могут обслуживать везде, где работает региональный оператор. Сейчас это больше 30 муниципалитетов. Но и эту географию планируют расширять. Ведь помочь с мусорной проблемой нужно ещё многим. Захар Семёнов, Иван Прокудин, Александр Пахомов. Айс ТВ.